Сотни москвичей и гостей столицы пришли сюда, в Новопушкинский сквер, для того, чтобы потребовать у власти освободить узников, которых обвиняют в беспорядках 6 мая. Так называемая власть действует по беспределу. Избив и задержав граждан, им же предъявляют претензии. Но и этого подельникам форточника показалось мало. Задержали даже тех, кто не присутствовал 6 мая на Болотной площади. Все эти посадки – демонстрация силы, показательная спецоперация, призванная запугать и локализовать протест. Принцип прост – заткнитесь или сядете. Я считаю, что дело по событиям 6 мая – это личный заказ Путина. Недаром цитируют, я не знаю, правда это или нет, но допускают, что это правда, его фразу. Они мне испортили праздник, а я им испорчу жизнь, якобы сказанную в день инаугурации. То есть он подразумевал, что мы свои акции «Марш миллионов» испортили ему инаугурацию, а точнее коронацию. И он этого не просит. А мы знаем, что господин Путин мстительный человек. И я больше чем уверен, что это дело он держит под контролем лично. И поэтому нам здесь никаких иллюзий питать не нужно. Это не какие-то ошибки исполнителей, это не какое-то рвение лично Бастрыкина. Я думаю, это команда с самого верху, от президента, которого мы не считаем легитимным. Я уверена, что в течение двух лет все решится. А что произойдет через два года? Очень трудно сказать, что я очень хочу воздействовать на то, чтобы все произошло мирно. Но я не вижу готовности власти, понимания ее ясного, что может быть совсем другой поворот. Я очень за то, чтобы не произошел кризис неожиданный. В России это бывает. Может произойти катастрофическое что-то, и возглавят это движение совсем другие люди, чем те, на которых я рассчитываю. Наша власть не зависит от общества, поэтому прямых рычагов влияния на нее нет. Мы можем только косвенно влиять, инициируя, насколько можно, более мощную общественную кампанию, выражая свой протест, собираясь и на улицах, подписывая петиции. И с другой стороны, пока мы не можем их остановить, очень важно делать все для того, чтобы те люди, которые оказались заложниками, чувствовали нашу солидарность. Я вижу, что людей не пугают ни штрафы, ни задержания. И мне кажется, что еще максимум год-два. После этого, я думаю, те люди, которые голосовали за Путина, они не голосовали за репрессии. Да, они, может быть, голосовали за ту стабильность, которую им рисуют первый канал, второй канал. Но при этом люди хотят, чтобы все было достаточно мирно, чтобы мы ни в какой 37-й год не возвращались. И сейчас миллионы людей в нашей стране, они видят вот этот беспредел, который происходит. Эти обыски, эти постоянные задержания, эти несправедливые репрессивные законы. Я вас уверяю, что не просто так рейтинг Путина «Единой России» рухнул в Москве. Я вас уверяю, что то же самое произойдет скоро в Питере, то же самое произойдет в Нижнем Новгороде и в других крупных городах. Поэтому я уверен, что как только власть поймет, что рейтинг первых лиц ниже 30%, то, поверьте, раскол элиты произойдет на раз-два-три в считанные минуты. Как вы считаете, 37-й год будет или его не будет? Ну, когда-нибудь, я надеюсь, обязательно будет. Примерно через 15 лет. Но это будет уже, в смысле, через 25 лет. Но это будет наш 37-й год, а не их. И никаких застенок в нашем 37-м годе не будет. И он будет светлым? И он будет обязательно светлым. В нашей стране люди начали понимать, что если ты не занимаешься общественными делами, если ты не занимаешься государством, то, собственно, государство займется тобой. Чтобы в нашей стране изменились времена в лучшую сторону, мы попали в последствия. А 11 человек попали в СИЗО. В абсолютно невыносимые условия они сидят там при температуре плюс 40 с реальными уголовниками. Этим людям не безразлично то, что происходит в их стране. Они хотят напомнить власти, что именно они здесь хозяева. Таких хозяев здесь много. Более 2,5 тысяч пришло в Новопушкинский сквер. И это далеко не полная цифра. Власть реально испугалась. И это правда. И она решилась воспользоваться акцией 6 мая, на которую пришли десятки тысяч человек, для того, чтобы повторить опыт Лукашенко, который в Минске на таком же митинге сумел создать провокацию, арестовать простых граждан, которые пришли на этот митинг, и арестовать всех политических лидеров. И вот сейчас в Минске, Белоруссии, нет политической оппозиции. То есть таким образом, сделав эту провокацию, он расправился с политической оппозицией. Такая же задача ставилась властью на Болотной площади. Мне кажется, что сегодняшняя акция, она все-таки при всем обиде политических флагов, она сугубо человеческая. Сугубо человеческая, поскольку... Вот я, например, пришел, потому что... Ну, во-первых, потому что я сейчас нахожусь в Москве, и с моей стороны было бы просто бессовестно не прийти сюда. Поскольку люди, которые сидят там, по так называемому болотному делу, они все-таки должны чувствовать, что они не одни. Это самое ужасное, когда человек чувствует себя в полном одиночестве. Они должны чувствовать и знать, что за них переживают, им сострадают. То есть, скажем так, человеческая составляющая этого митинга, мне кажется, должна быть самой главной, самой основной. Мы делаем свое будущее, и мы хотим жить в стране, где соблюдаются конституционные права граждан. Мы хотим жить в правовом государстве, где власть имущий не забывает, что такое справедливость, и читают те законы, которые они сами издают. Надо, чтобы люди выходили массово и защищали тех людей. Надо, чтобы общество на практике обрел смысл, лозунг «Один за всех, все за одного». Потому что он имеет значение. Вчера арестовали этих ребят, там вот ночью еще арестовали. Завтра могут арестовать любого из здесь присутствующих и любого из тех, кого здесь не было. Власть демонстрирует, что схватить могут буквально любого, вплоть до тех, кого вообще не было на Болотной площади. Это был заказ Путина? То есть Путин действительно зассал? Нет сомнений, что, конечно, за всем за этим стоит Путин. И что Путин является, скажем так, заказчиком этого процесса. Бастрыкин, другие правоохранительные органы, они являются исполнителями. Но главный бенефициар этого процесса, несомненно, Путин. Павел, о чем вас спрашивали в Следственном комитете? Значит так, в Следственный комитете меня не повезли. Потому что, по тому, как я с ними держался, они, в общем, просекли фишку. И говорит, значит, переговаривались между собой, следователь и опер. Говорит, ну что, значит, на допрос мы его не повезем, потому что явно отвечать ничего не будет. Сейчас здесь оформим. Ну вот, ну чисто формально, значит. Вопросы, ну, все вопросы, касающиеся меня лично, я говорил, 51-я статья. Вот. А вопросы, которые меня лично не касаются, я говорил, не знаю. Значит, вопросы были такие. Знакомы ли вы с Яшиным, Немцовым, Навальным, Удальцовым, Пономаревым? Значит, что вы знаете о событиях на Болотной? Что вы знаете о, значит, программе и лидерах солидарности? Ну и, естественно, где вы были 6 мая? А подписку они разглашения брали? Нет, подписки не брали. У вас был проведен обыск в квартире. Это было при вашем присутствии? Да, то есть они ворвались в 7 часов утра. Я, как назло, впервые в жизни забыл запереть дверь на ночь. Вот. Вы гостеприимный человек. Да, выносил ведро и, в общем, забыл запереть. Вот. Поэтому я просыпаюсь от дикого вопля лечь на пол. Смотрю, надо мной стоит, значит, детина в маске и с пистолетом. Вот. Значит, потом вваливается эта бригада, значит, следователей. Вот. Там еще какой-то оперств из центра Эбл, с ними не представившийся. Ну и начинают все перерывать. Значит, перерыли всю квартиру. Изъяли, значит, дневники Геббельса. Значит, и одновременно для... Они говорят, причем они действительно внесены, значит, по-моему, Елена Ржевская их опубликовала. Вот. Их же вывезли в 45-м году. Ну вот, по-моему, они внесены действительно каким-то прибабахнутым судьей в список экстремистской литературы. И для равновесия изъяли журнал «Антифашистский мотив». Вот. Изъяли почему-то «Невозвращенцы Кабакова». Помните, во времена Горбачева была такая книга тоже экстремистская. Вот. Ну, в общем, в этом роде. Ну, потом изъяли, естественно, компьютеры, естественно, телефон. То есть вы теперь без компьютера? Да, я теперь без компьютера. А вернут? Обещали вернуть? Обещали вернуть. Типа, если мы удостоверимся, если мы их проверим, мы удостоверимся, что там ничего для нас интересного нет. Итак, друзья, вас обоих вызывали в Следственный комитет. Что спрашивали? Начнем с вас, Марк. Сначала спросили, кто я такой, чем занимаюсь, ну, общие слова. Ну, безусловно, спрашивали о 6 мая, о Болотной площади. Знаю я тех, кого сейчас задержали, кого содержат в тюрьмах. Ну, я действительно их не знаю, но, тем не менее, в общем, я не говорил ни о ком, кого действительно знает. Не нужно раскрывать больше информации, чем это положено. Чем они спрашивают, не нужно. Они очень серьезно цепляются за слова и начинают расспрашивать. Ненужный что-то сказал, и они спрашивать начинают. Вот, например, меня спросили по поводу Болотной площади. Я им сказал, что я не был. Они начали спрашивать, почему ты не был. Я говорю, не захотел. И они начали меня порядка 10 вопросов на одну тему, почему я не хотел на Болотную. То есть они раскручивают просто? Да, начинают раскручивать. Но они слабовато раскручивают. Можно сказать, вот, просто мне не нравится. Или на другие любые вопросы я какие-то не помнил ответы. Я им отвечал, я не помню. И все, это достаточно. А подписку они в разглашении брали с вас? Нет, не брали. Нет, никакой подписки. В конце, что называется, интервью, я уж не знаю, как допрос, они спросили, согласен ли я пройти на детекторе. На полиграфе? На полиграфе, да. Я сказал, нет, я не преступник и не собираюсь проходить никаких полиграфов. А вам тоже предлагали? Да, мне приложили. Я ответил, да. И прошли? Нет. И мне никакого полиграфа не дали. Я думал, я посмотрю, что это такое. Я ни разу в жизни полиграфа не видел. То есть вас даже тут обманули? Да, даже тут обманули. Эти тысячи неравнодушных граждан, собравшихся сегодня в Новопушкинском сквере, безусловно, осенью превратятся в сотни тысяч, а может быть и в миллион. Потому что если каждый из вас не хочет, чтобы его среди ночи разбудили люди в масках, должен проснуться сам. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвестник», особая буква. Свободу политикой влечённых! Свободу политики черным!